здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня у меня узорчик девчонки спешу снять потому что вот здесь вот вижу такую вот шарлю с капюшоном она у меня будет и он деформируется я сейчас снимаю узор шаль будет следующем видео вот чтобы вам показать значит вот здесь вот у меня смотрите как он выглядит 3d такой объемный очень объемный такой вот пышный пышный прям узор вот такой вот интересный с изнанки вот такая вот картина да и здесь у меня толстыми спицами свободно связан он такой пышненький а вот здесь вот связан плотненько вот смотрите какой интересный девчонки и я когда его увидела первый раз кстати на турецком канале я подумала совсем по-другому что он вяжется но сейчас вам покажу как он вяжется девчонки его можно использовать очень широко для таких вот длинных кардиганов очень красиво будет узор такой вот именно объемные такой хотя не тяжелый он объем достигается не за счет количество пряжи до толщины то есть изделие получается и легким и объемным в то же время вот что мне нравится вот для шапок очень очень хорошо изнаночка изнанка вот такая ну не страшненькая изнанка которая вполне себе может выглядывать если это кардиган поэтому вот так вот 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 такая вот у нас красота значит сегодня девчоночки и я вам несложно он вяжется я вам покажу на образце набираем мы я сейчас беру на секунду чтобы вам на белом фоне было виднее значит число петель у нас кратно 4 плюс 3 петли для симметрии это плюс одна петля и плюс 2 кромочные вот а здесь у нас смотрите 444 и 1 и 2 кромочные так у меня это 15 петель и так первый ряд 2 изнаночные 1 1 лицевая теперь 3 изнаночные 1 2 1 лицевая 3 изнаночные 1 2 3 1 лицевая и 2 изнаночные 1 2 и кромочная изнаночные кромочная изнаночная либо лицевой тут уже ваше усмотрение так смотрим 2 изнаночные лицевая 3 лицевая 3 лицевая 2 то есть начало и конец по 2 изнаночные везде 3 раппорт у нас состоит 3 изнаночные лицевая петля либо отсюда считаете 1 лицевая 3 изнаночные вот он раппорт из 4 петель начало и конец двух изнаночных да получается вот так вот считаем если это начало 2 изнаночные то водка начало раппорта лицевая 3 изнаночные лицевая 3 изнаночные так второй ряд изнаночный по узору там где лицевые лицевые петли где изнаночной изнаночные петли тут обращать внимание кто потом будет вязать эту шаль потому что нам потом придется вклинивать узор поэтому ориентируемся больше визуально я вам нюансы буду проговаривать шали вот у нас там пойдет вот по косой и будет добавление вот этих вот как бы элементов так третий ряд 2 изнаночные из лицевой петли вывязываем 3 1 2 3 давайте еще раз лицевая накид и лицевая из той же петли то есть получилось у нас три раз два три три изнаночные 1 2 3 из лицевой петли вывязываем 3 лицевые лицевая накид лицевая 3 изнаночные из лицевой петли то есть из всех лицевых петель мы делаем по 3 петли и 2 изнаночные и кромочная 4 ряд 2 лицевые 3 изнаночные 3 лицевые вот эти три изнаночные мы провязываем те три которые мы сделали из одной лицевой 3 лицевые 3 изнаночные и 2 лицевые и кромочная если это круговой ряд то вы вяжете по узору 2 изнаночные вернее там уже 2 изнаночные не будет 3 лицевые если это круговой ряд то это будет вот так рапорт из 4 петель 3 лицевые но сейчас уже больше и мы добавили 3 изнаночные 3 лицевые 3 изнаночные это четвертый ряд если он круговой кстати второй ряд если он круговой то тоже по узору лицевая 3 изнаночные пятый ряд 2 изнаночные ой неправда 1 изнаночная а вот эту изнаночную мы провязываем вместе со следующей лицевой 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 поворачиваем и с уклоном вправо провязываем вводим спицу слева направо 1 лицевая здесь провязываем вместе лицевой эту лицевую следующую изнаночная 1 изнаночная далее 2 вместе с уклоном вправо 1 лицевая 2 вместе с уклоном влево изнаночная 2 вместе с уклоном вправо кстати уклоны при круговом вязание могут отличаться вправо лицевая 2 вместе с уклоном влево изнаночная и кромочная вот он раппорт пятого ряда это две петли вместе если это круговой ряд то понятное дело они две петли вместе будут предыдущие изнаночная петлю лицевая 2 вместе изнаночная вот он рапорт шестой ряд по узору 1 лицевая 3 изнаночные 1 лицевая 3 изнаночные 1 лицевая 3 изнаночные 1 лицевая и кромочная и вот это девчонки весь вот раппорт шести рядов далее мы начинаем с первого ряда это значит что вяжем 2 изнаночные 1 лицевая 3 изнаночные 1 лицевая 3 изнаночные 1 лицевая 2 изнаночные кромочная и так далее девчонки вот смотрите вот получается он раппорт вот так вот он выглядит и следующая ножка вот выходит из вершины вот этого вот как бы цветочка я вообще не могу понять что это то ли веточки мне показалось то ли ну вот вот как бы вы назвали этот узор мне очень нравится объем который объем и воздушность которую он дает под правда и объем и воздушно узор не утяжеляется как в при английской резинки и при том он вот такой вот классный объемный получается вот я точно вот я сейчас свяжу эту шаль с капюшоном и я какой-то кардиган соображу именно эту этим узором очень мне понравился и в принципе все девчонки на сегодня все я с вами прощаюсь с вами была вика школа рукоделия всем пока пока